Здарова, дрожище! Сегодня мы с тобой посмотрим тесты. Ведь мы с тобой любим проверять свой мозг, правильно? Я ведь уверен, что ты умный. Поэтому давай проверим мой и твой мозг и посмотрим первый тест. Есть ли у тебя мозг? Каком может у меня не быть? Я не знаю. У тебя есть мозг? У тебя есть мозг? Может ты иногда задаёшься вопросом? Бля, чувак, а у тебя есть вообще мозг, смотря в зеркало? Мы с тобой посмотрим, есть ли мозг у меня, ну и соответственно у тебя за компанию. Поехали. Я специально скачал в ВК тесты, мне уже некоторые писали в сообщениях типа, ёбудал, зачем тебе эти тесты? А я такой, для видео. Как называется своё рождение для официанта? Застольные, десертные, чаевые, хлебные. Знаете, на хлебушек глупец. Чаевые, конечно же. Что так упорно моет мама? Твой рот. Потому что ты материшься. Замрась. Мама вообще всё моет, она ведь, мать твою, работает, без тебя, маленький ты спиногрыз. Я не знаю, с кем я разговариваю, это просто окно. Это там, кто-то там моет раму, чё-то там мило, моло раму, барану. Пусть будет рама. Мама мыла раму. Или пол. Да и пол оно мыло, и окно мыло. Пусть будет рама. Кого насмешишь, если посмешишь? Гусей. Кисель, курей. Гусей. Все знают, что главное в жизни человека это вырасти дерево, посадить дом и не насмешить гусей. Это все знают. Конечно же, гусей. Кого сгубила жадность? Скупого Рокфеллера, фраера. Обжору жадность сгубила. Скупого жадность сгубила. На кого бежит зверь? На тебя берегись! На глупца, на халяву. На ловца и зверь бежит. Почему нам задают вопросы о всяких поговорках? Типа, есть у тебя мозг или не есть у тебя мозг, определяется поговорками. А потом у тебя спросят, типа, а ты веришь в гороскопы? Это не так, работает. На ловца. Работа не волк, а медведь. А произведение силы на расстояние, сука. Я это отвечу. Работа это не волк, а произведение силы на расстояние. Ведь это правда. Темира одного найду. Не ждут, напоят, накормят, обходят, будут работать за него. А один будет спать. Не ждут. Темира одного не ждут. А сколько волка не корми, а он все съест. А он все в лес смотрит. А овцы сэлы, а звон толще. Действительно. А твоя мамаша тоже. Все-таки про мамашу всегда смешно. Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Не знаю эту загадку, надо звучит как-то наиболее мудро. Поэтому я сделаю, а он все в лес смотрит. Встречаю по одежке, а провожаю за пивом по уму. Пароходы совсем не так, как поезда по утру по уму. Что рисают на такси? Шишечки, шашечки, ромбики, прайс. Понятия не имею, что рисуют на такси. Ромбики, по-моему. Ромбики, я не присматривался. Как называется смесь пива с водкой? Если ты отвечаешь на этот вопрос, то ты алкаш. Ёрш, конечно. Я не алкаш, я просто знаю. Я не алкаш, я тебе говорю. Как называется яхта обрабоющая? Почему я это должен знать? Приключения. Ну не Мерседес, его бы засудили. Ни Победа, ни Клипс. Вряд ли. Хотя и Клипс, затмение. Может быть или нет? Не знаю. Приключения. На яхтах, я думаю, бывают приключения. Попробую сейчас обеду. Мост гладкий, некрупный, с зазорами, в которых остались остатки ценной информации. Это все потому, что я знаю... А я правильно угадал про яхту, Абрамович? Ну ладно, давай другой какой-нибудь тест. Дружите ли вы с логикой? Что у моря одна, у водопада две, у болота три, а у реки этого нет? Нет, у болота, болото, не три, буква О не три, глубина, скорость течения, у моря одна, О, у водопада два, болото, буква О, да, буква О. Из какого полотна невозможно сшить одежду? Из железнодорожного? Я думаю. Из железнодорожного полотна вряд ли можно сшить одежду. На какой ответ, вопрос, нельзя получить положительный ответ? Вы спите? Вы ужете? Вы ужете, нельзя получить положительный ответ, потому что тогда это будет логическая незакономерность. Типа, если ты говоришь, что да, я лгу, значит ты не лжешь, а значит... Ну ты понял. Из какой посуды нельзя поесть? Из пустой нельзя поесть. На что похожа половина арбуза? Ни на что я ее съел. На вторую половину арбуза. Что смотрят с закрытыми глазами? Спектакль. С закрытыми глазами. Фильмы ужаса. Сколько ягод клубники может войти в тарелку? Сколько ягод клубники может войти в тарелку? Ни одной, потому что клубника это не ягода, но это не фрукт. Сколько ягод клубники может войти в тарелку? Причем тут логический вопрос? Мне почему-то кажется, что это не одной, но я не могу найти причин почему. Вроде клубника считается ягодой. Она ж не овощ, правильно? И она не фрукт. Значит это ягода. Но мне кажется не одной. Ладно, я нажму 30. Где люди платят за то, что у них отнимают? Парикмачерская. У них отнимают волосы, а они платят за это глупцы, поэтому я отращиваю волосы. Пока потом сам их отрезаю, себе все складываю, у меня под подушкой все лежит. С логикой сообразительностью у вас полный порядок. Никакая ситуация не заставит вас перестать логически мыслить. Однако не забывайте о том, что порой в жизни не все поддается логическому объяснению. Так что я не тупой. Какое я животное, давай. Одеваться вам нравится. Контрастно, незаметно, ярко, однотонно. Ярко, однотонно? Не. Не, ярко, однотонно не очень. Незаметно, кричащий, пёстро, контрастно, стильно. Мне нравится одеваться. Ну, бля, я не знаю. Ну, пусть будет постельно. Контрастно, пусть будет контрастно. Как вам больше всего нравится мыться? В реке, конечно же, в реке. При помощи папоротник. Потом беру медведей, медведен, как ёршиком пользуешься. Чай вы любите пить из... Черепов поверженных врагов. Стакан, большая кружка, большая кружка. Отдыхать вы больше всего любите в туристических поездках? На трупах поверженных врагов. В экзотических странах лежа на пляже дома. А почему нет дома? Я люблю дома отдыхать, и ничего не нужно. Кровать какая-нибудь, ну, где можно заниматься. Турничотикой похавать. И вот, всё, зашибись. А, и компьютер в туристических поездках, наверное. Ваша работа связана с творчеством. Я знаю, что не все понимают, что реакция это творчество. Но реакция это творчество. В еде вы отдаёте предпочтение мясу. Представившись близким, знакомым, вы жестикулируете. Привет, друг! Как твои дела? Жестикулирую. А когда вам страшно, вы жестикулируете, чтобы испугать врага, и чтобы он подумал, что какой-то ебанутый отправился от меня подальше. Действуя по причине лучшей защиты нападения, ничего особенного не делаю. Ведёте себя осторожно. Веду себя осторожно, мне кажется, это логично. Вы собака. Ты псида, понял? Вы способны проявить напористость в делах, и ваше окружение считает вас человеком. Так я же собака. Почему вы тупые, народ? Я же собака. Чего вы меня за человек считаете? Которого можно положиться, особенно в ложных ситуациях. Ваше дружественное животное это собака, овса, обезьяна и кошка. Кошка. Собака и кошка. Почему это дружественное животное, я не знаю. Сколько вам лет в душе? Способны ли дать совет постороннему человеку, когда его неверные действия мешают мне? Ты мне мешаешь. Я дам тебе совет. Иди нахуй. Пожалуйста. Вот тебе мой совет. Если он делает что-то совсем неправильное, только если он меня спросит. Наверное, только если он меня спросит. Хотя, вообще-то, я бы сказал на самом деле. Когда его неверные действия мешают. А где вы предпочитаете слушать музыку? В ушах. Слушаю постоянно в наушниках. В машине по радио нет, у себя дома нет. Ну, точнее, у себя дома, конечно, слушаю. На концертах не хожу особо. Как вы развлекаетесь на вечеринках? Я отдыхаю. Все вокруг что-то делают, и я что-то делаю. И мы вот так вот делаем, и это вообще весело. Знакомлюсь с новыми людьми, общаюсь с друзьями, танцую, выпиваю. А почему нельзя все вместе? Типа я танцую, выпиваю, общаюсь с друзьями и знакомлюсь с новыми людьми. Знакомлюсь с новыми людьми. Считаете либо нормальным знакомиться на улицах? Ну да, нормально, бывает, можно. Большинство новых знакомств так и заводится. Да, это вполне уместно, если где-нибудь в зоне уличного отдыха. Ну да, наверное, в зоне уличного отдыха. Потому что довольно странно, если ты будешь знакомиться с кем-нибудь, я не знаю. Человек сетит, ест, ты такой к нему. Опа. Привет, друг. Как дела? Девушка? Проблемы? С Джой Казино? Что вы предпочитаете делать на пляже? Просто болтать или играть в карты с друзьями. В карты с друзьями, по-моему, играть на улице нельзя, потому что это азартные игры. А-та-та. Читать книгу или просто загорать. Загорать не люблю. Кататься на банане или прыгать с вышки. Э-э-бой. Чем вы балуете себя? Здесь могла быть пошлая шутка. Когда это уместно, я люблю побаловать себя элитным алкоголем. Элитным. Шоколадки с 20 бывает, балуйся фастфудом. Бывало, бывало. Ну ладно, первое. Как вы относитесь к постоянному выходу технических новинок? Я рад. Я люблю новые гаджеты. Я люблю все новое. Вам в душе 18 лет. Время, когда все по плечу. О да, о да, найс. Пройди, и ты, может быть, узнаешь, что тебе 40 лет, и ты уже полностью старик. Все такие не понимают тебя. Тебе 13 внешне, но в душе тебе уже 40, и ты все знаешь. Ладно, род, я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, хотите ли вы еще такого. Ну а пока на этом все. Всем пока-пока-пока. До скорого. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Удачи.